открываем вторую ловушечку я взял листья мелисы размягчил их и побросал что там аромат стоял так ну вот тут небольшой район теперь говорим это ловушка принципе должна обратно ехать работать там другая стоит на двухъярусная снизу меня руд здесь да да ну они дарут они дошли видимо пчелы из всего лишь 3-4 рамки как видите на ручке вот крайне начали оттягивать сот уберем здесь матку найдем отсадим матку с пчелой на пару рамок смотрим вот это у меня такой обрубок суши был но за не такой беленькая то они оттянули здесь нет не матки никого уберем сейчас моя задача найти матку найти матку убрать ее вот видим здесь печаточка а вот как я плащинку бросал такой вот маленький кубик а это все остальное они сами сделали на все яички матки нет здесь тоже нет вот такую рамку смысла нет ставить тоже к тому роя вот такую вот наверно сейчас она была сушка старая вот с печаткой вот такую рамочку можно поставить туда туда здесь у нас матки не вижу все в яйцах впечатки так вот такого плана можно ставить туда рамочку и вот еще то есть вообще маленький райок нужно маткой здесь да вот она матка вот она ну что мы ее получается вот с этим все что есть с огрызками с этими ставим в отдельную ловушку просто для того чтобы матка была вот так больше в принципе здесь нечего брать вот они еще начали оттягивать все вот она эта команда и что самое интересное это то что пчелы умудрились жить с осами что ли он как видите осы сделали гнездо себе пчелиной ловушки сейчас надо вытянуть вот она красота то есть осы здесь параллельно хотели жить но я их когда перевез видимо связь потеряна была а там даже еще одно гнездо вот так вот вот так вот убираем осы хотели жить с пчелами еще одно гнездо вот вам пожалуйста то есть пчелы с осами жить могут вместе вот так вот но рой уже прилетел и заселился ему без разницы вот такие дела пчела везде летная здесь поэтому она следит если ловушка унесу подальше она следит вся вулей в принципе вот и все так вот объединили две двороя сейчас еще третью ловушку строю возможно сюда еще что-то добавится из распода ловушка номер три посмотрим что здесь ну тяжеленькая она здесь у меня как бы не на 10 рамок может даже больше по весу тяжеленькая в этой ловушке по моему я ставил все подряд и рут и дадан короче все что было а зачем ты тут крышу отвинчиваешь здесь боковушка так заговорился и открутил крышу ладно потом прикрутим не страшно так здесь у меня под пленочкой красоту ночка посмотрим здесь дома требует расширения как видите сами дымарь не работает немножко дымку посмотрим посмотрим вот так я кидал не стал лупить в общем на саму ловушку а стал ловушке класть просто хорошо пропалисованные кусочки потому как вытыхает аромат там а так он все время в ловушке то есть не на улице уже его делают а внутри а то там аромат уходит в общем а здесь он нормально держится так вот такой язычок с нектаром вот такая красота поставим его на край пока его пускай выбирают потому что как таковой он не не нужен можно скушать дикого метку так это у нас с расходиком вот с расходиком причем этот язык тоже оттянули пчелы полностью я тут не участвовал вот такая красота с печатным расходом я хотел бы его даже дать моим малышам потому мини райку отставлены наверно на край сейчас с этим роем затянули да нет скорее вот этот вот да здесь уже пчела на выходе а им такая помощь и на этом запасная матка как нельзя кстати ладно хорошо заберем вот пожалуйста это уже сколько раз два три четвертая рамка четыре пять шесть семь восемь девять рамок здесь и они обсиживают уже так сейчас будет мед здесь они склеили так где нож 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 разрезать сот свежий мед сотах закрывается как-то так все придется ставить на край увы с расходом оторвалась ну в чем минус того что затянул с этим всем надо было действовать сразу ну вот пока я туда-сюда туда-сюда и получается вот такая вот ерунда такие потери сейчас смахнем и этот тоже расход пчелы на выходе печатных поставим туда в маленькую семейку и любая пчела будет кстати вот далее видимо такие же пойдут плетение как они хотели так они пили ничего на край поставим это печатный распор вот пока не видел посмотрим дальше мне нужно в принципе одна хорошая рамка ровненькая чтобы я мог поставить вощинку вот тоже хорошая рамка с печаткой вот сейчас пчела будет молодая выходить как раз я ее и нагружу а вот и она уже тут вот выходит вот пчела посмотрим матку матку не вижу ну это вот сок который без без проволоки рамка без проволоки так поставил вощинку и эту рамку тоже поставлю закрою вощинку ей потому что здесь яйцо посмотрим матку сейчас не вижу посмотрим матку сейчас за одну ставлю им пластины тироям я лил им терпентильное масло еще поставлю пластины с тироям мапки не вижу это это рамка пойдет сейчас закроет закроет так это сушка была с проволокой здесь возможно сейчас маточку найдем вот она матка толстенькая бегает если видите вот она матка такая желтовато коричневая отлично матка здесь хорошо работает так переставляем так переставляем и крайняя рамка сами видите что они припечатали сот к стенкам не очень хорошо для меня ну да ладно эту пчелу спряхиваем печатка сейчас сюда выйдет отсюда что получается вот у меня такая картина получается семейство почти сейчас надо их рамками подождать ограничить надо доступ матки вот этим рамкам чтобы здесь вышла пчела и все есть у меня ограничитель вот не дадим сюда матки пройти пускай здесь пчела выходит эти рамки потом мы уберем сейчас задаваем еще сюда сушки сушки ставим сушечку сушечку на скучно сушечку сушечку нужно еще сейчас поставлю пластины от вещей надпись вот одну рамочку я все-таки заберу с распудиком на выходе поставлю в другой весь вот вот наверно вот эту рамочку пчела мне в принципе не нужна, а такое подселение будет как нельзя встать. А эти рамочки сейчас мы разобьем, чтобы матка сюда не проходила.